В 2022 году надводные силы ВМФ России получили 4 боевых корабля водоизмещением свыше 500 тонн. С 2013 года в состав военно-морского флота России вошли 37 боевых кораблей с полным водоизмещением свыше 500 тонн. В состав флота вошли различные типы кораблей. Проект 12700 «Александрит» — корабль противоминной обороны. В состав флота вошли 7 тральщиков «Александрит». 22800 «Каракурт» — малый ракетный корабль, предназначенный для действий в открытом море. Флот пополнился тремя МРК «Каракурт». 21631 «Буян-М» — малый ракетный корабль класса «Река-Море», способен передвигаться по рекам. Флот получил 10 МРК «Буян-М». Проект 22160 «Патрульный корабль для действий в дальней морской зоне». Флот получил 4 патрульных корабля данного проекта. Проект 2380-385 — многоцелевой корвет ближней морской зоны. С 2013 года в состав флота вошли 5 корветов 2380 и 1 корвет 2385. Проект 11356 — многоцелевой фрегат дальней морской зоны. Флот получил 3 фрегата 11356. Проект 22350 — многоцелевой фрегат дальней морской зоны. Носитель гиперзвуковых ракет «Циркон». Флот пополнился двумя фрегатами 22350. Проект 11711 — большой десантный корабль. Флот получил 2 БДК 11711. Общее водоизмещение боевых кораблей, вошедших в состав военно-морского флота, с 2013 года составило более 74 тысяч тонн. Друзья, не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Давайте посмотрим на передачу кораблей по годам. В 2013 году флот получил 3-й корвет проекта 2380. В 2014 году флот пополнился первыми МРК «Буян-М». В 2016 году флот получил 1-й тральщик «Александрит». В 2016 году флот получил 1-й тральщик «Александрит». Флот получил фрегат «Адмирал Горшков». Первый крупный боевой корабль, спроектированный и построенный после распада СССР. В 2020 году был передан головной корвет проекта 2385. В 2022 году флот получил 7-й тральщик «Александрит» и 10-й «Буян-М». Теперь посмотрим на распределение полученных кораблей по флотам. Каспийская флотилия получила 3 малых ракетных корабля проекта «Буян-М». Черноморский флот получил 3 фрегата 11-356, 4 патрульных корабля, 4 МРК «Буян-М» и 3 тральщика. ТОВ пополнился тремя корветами 2380, одним 2385 и тремя тральщиками «Александрит». Северный флот получил 4 самых крупных корабля, 2 фрегата типа «Адмирал Горшков» и 2 БДК 11-711. Балтийский флот получил 2 корвета проекта 2380, 3 МРК «Каракурт», 3 «Буян-М» и 1 тральщик. Строительством боевых кораблей для российского флота занимается 10 верфей. ПСЗ «Янтарь» в Калининграде, ПЭЛЛА в Ленинградской области, Северная верфь «Адмиралтейские верфи» и Средненевский в Санкт-Петербурге, ССЗ «Вымпел» в Рыбинске, судостроительный завод «Море» и «Залив» в Крыму, Зеленодольский ССЗ в Татарстане и Амурский судостроительный завод «Комсомольский» на Амуре. К началу 2023 года на строительство кораблей 10 проектов действует 18 контрактов. 1 контракт на достройку двух экспортных молний, 2 контракта на 3 тральщика «Александрит», 3 контракта на 16 каракуртов, еще один был расторгнут, 1 контракт на 3 «Буяна-М», 1 на 5 патрульных кораблей «22-160», 4 контракта на 6 корветов 20-380 и 6 корветов 20-385. Возможно, существует пятый контракт на 2 корвета 20-380 и 2-385 с северной верфью. Контракт на корвет 20-386 не учитываем, так как он может стать опытным судном и не войти в боевой состав ВМФ России. 3 контракта на 9 фрегатов типа «Адмирал Горшков», 1 контракт на пару патрульных кораблей типа «Арктика», 1 на вторую пару БДК 11711 и, наконец, 1 контракт на 2 УДК типа «Иван Рогов». Теперь подведем итоги. За 10 лет в состав ВМФ России вошли 37 боевых кораблей общим полным водоизмещением 74 500 тонн. На начало 2023 года 13 кораблей спущены на воду, 30 кораблей находятся на разных стадиях строительства и еще 3 корабля готовятся к закладке. Понравилось? Ставьте лайк и пишите в комментариях, что вы думаете о темпах обновления надводных сил ВМФ России. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok